Ржев В середине XIV века временами по нескольку лет Ржев бывал под властью Литвы. Потом снова зависел от Москвы. По договору 1449 года между Тверью и Литвой Ржев был признан за Тверью. А в 1521 году Ржев окончательно отошел к Москве. Через сто лет в смутное время известно, что во время иностранной интервенции сопротивление в Ржеве интервентам оказывалось под командованием боярина Федора Шереметьева, сопротивление полякам. На протяжении XVII-XIX веков Ржев был центром старобрядцев Тверской губернии, среди которых было много старобрядцев без поповского толка. И особенно сильные разрушения, практически полные разрушения, произошли в Ржеве во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах. В настоящее время в Ржеве сохранились храмы 1821-1855 годов и храмы Красного Кирпича 1909-1910 годов. Продолжение следует... 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 Ржев расположен так, что там традиционно начиналось судоходство по Волге. И в 19 веке в Ржеве ходили по Волге пароходы, колесные суда. Так продолжалось и в 20 веке, до относительно недавнего времени. А затем почему-то уровень воды в Волге, в Ржеве понизился, и сейчас там уже никакого судоходства нет. Попали мы в Ржев, это тоже знаменательно, в день города, который празднуется традиционно в последнее воскресенье июня. И погода содействовала тому, чтобы по всем местам этого маршрута мы делали прекрасные фото и видеоматериалы. Верняка их где-то из деревни может останавливаться рыбалкой вверх. Только под берегой просто. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok